В этот день 12 мая 996 года в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь, Десятинная. 12 мая 1613 года в московский Кремль торжественно въехал новоизбранный царь 16-летний Михаил Романов. После молебна в Успенском соборе он приложился к гробам прежних государей, подчеркнув преемственность своей власти. В этот день 1703 года 20-тысячная русская армия захватила в Усть-Иневы шведскую крепость Ньеншанс. Вскоре близ этого места будет заложен Санкт-Петербург. В 1813 году в этот день из прусского городка Бунслау в Петербург отправился кортеж с телом Михаила Кутузова. Всенародные похороны главнокомандующего продолжались полтора месяца. 12 мая 1734 года Анной Яновной подписан документ об основании города Оренбурга, положив начало освоению азиатских степных границ Российской империи. Всего Оренбург закладывался трижды. В 1730 году хан Малой Орды Абул Хаир обратился с просьбой о принятии своего народа в российское подданство. Он обращался уже в третий раз, но ранее хан получал отказ. Однако Анна Яновна подписала жалованную грамоту о принятии под свою руку Киргизской садов. Еще Петр Первый отмечал, что Киргизская садская орда всем азиатским странам и землям ключ и врата. Теперь же освоение этих мест было поручено одному из птенцов гнезда Петрова Ивану Кириллову. Планы Кириллова можно назвать как амбициозными, так и эфемерными. В его проект входило проложить путь в Индию, построить флотилию на Аральском море. Видимо, он не предполагал, что между будущим Оренбужьем и этим самым морем почти тысячи километров маловодных степей. Центром же всех начинаний должен был стать город Оренбург при устье реки Орь. Но создатели города преследовали неудачу. В год основания в 1735 году все, кто был в Оренбурге, жили одним – ожиданием набегов кочевников. К тому же город находился на низменной открытой местности, что оказалось неудобно. В 1739 году Оренбург было решено перенести на 180 верст ниже по течению. Притом остался и старый город под именем Орской крепости. Теперь он известен как Орск. Но привлечения города продолжались. Новое место также признали неудобным. Уже при закладке заметили, что оно бедно строительным материалом. В ноябре 1741 года на престол взошла Елизавета Петровна. Она направила командиром Оренбургской комиссии Ивана Ивановича Неплюева. Именно он заложил Оренбург в третий и последний раз, на этот раз счастливо. Неплюев пришел к заключению, что прежде чем думать об Индии, надо бы укрепить безопасность края. Он стал строить крепости на границе с казахской степью, чтобы пресечь набеги, да отделить башкир от казахов и этим затруднить возможность объединения двух кочевых народов. Из разных концов края были призваны тысячи людей. Они занялись строительством, получая всего по две копейки в день. Из-за недостатка продовольствия цены поднялись и рабочие голодали. Такие условия вызвали Цунгу, от которой заболело около полутора тысяч и умерло 631 человек. Но болезнь и смертность не остановили строительство. И всего за одно лето 1743 года город в степи был возведен. В городе построили дом генерал-губернатора, полицейскую и почтовую конторы, госпиталь, аптеку и магазины. Оренбургские дома были массивными и в большинстве каменными. С самого начала его строили как столицу всего края, от Волги до Сибири. Неплюев же по направлению Куфе устраивает новый почтовый тракт – Московскую дорогу. Во многом благодаря ему появится один из главных торговых центров империи. Приглашения поселиться здесь были разосланы почти по всей стране – купцам в Самару, Казань, Уфу. Неплюев достраивал и строил новые крепости, которые замкнули край со всех сторон. Их гарнизон насчитывал до 20 тысяч человек, в то же время начали создавать знаменитое Оренбургское казачье войско. Вероятно, впервые в нашей истории так основательно и комплексно занялись обустройством гигантского региона и его столицы. На ровном месте, вдали от Москвы и Петербурга. К 1917 году Оренбург стал самым большим городом во всей азиатской части империи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова